здравствуйте дорогие мои телезрители мои подписчики на канале youtube голова садовая сегодняшняя тема флоксы что вас так удивило на улице мороз а я про цветочки а потому что эти цветы выходят практически следом за пионами пионы самые первые а флоксы вторые не верите смотрите знаете мне очень странно когда вы начинаете так подпевать слегка подмывать что вот флоксы у меня пропадают я каждый год их сажу они никак не я с ними не дружу со стиль бы не дружу да господи ты боже мой да это неубиваемая культура посадите вы на штык лопаты глубиной ну это же просто вот если вы хотите все-таки иметь хорошие флоксы да вот действительно неубиваемые вы купите у хорошего частника или осенью купите уберите всю цветущую часть и закопайте вы их на глубину штыка лопаты но не забудьте что вниз туда подложить надо что правильно полное комплексное цветочное удобрение прикрыть почвой а потом только лепешечку флокса поставить засыпать почвой можно не поливать почва если влажное то не поливать это уже не обязательно сделайте маленький пригорок потому что почва сядет а чтобы лишняя вода туда не заходила чтоб потом с морозом когда замерзнет ее не выперло и не разорвало особенно при мелкой посадке сделайте пригорок утопчите ножкой ничего не случится отмульчируйте опилками чтобы вы видели где посадили вот я хочу показать свои флоксы посмотрите видите каждая . дала большой куст а вы помните а вы помните что это за флоксы да это черенкованные флоксы посаженные в полиэтиленовые пакеты у меня у старой вороны не хватило времени и сил потому что приболело пересадить их на место но зато сейчас я пересажу без проблем пересаженные флоксы весной и посаженные цвести будут а вот если вы осенью раздербанили кузда и рассадили то большой вопрос может быть и не будут поэтому очень легко хотелось бы посмотреть что же там внутри вот сейчас возьму лопату и мы с вами увидим что там такое с полиэтиленовым пакетом ну давайте выберем кустик ну наверно вот этот он яркий его видно хорошо а вот здесь обратите внимание видите какие листики фиолетовые а знаете кто это такой это моя любимая вероника она ярко брусничного цвета обалденная просто значит втыкаем лопату так чтобы не задеть никого другого и сантиметров на 10 от куста хочу сказать что и вот здесь тоже обратите внимание кустик начинает разрастаться я хочу чтобы вы просто увидели я его поставлю на место разумеется не пакета никакого нету что он исчез ну в общем видите корневище насколько глубоко именно на штык лопаты а не менее вот это весь ну я не знаю семейство флоксовая теперь его верну назад и уж поверьте что ничего ему не сделается сейчас землю маленько оттуда выкинув я даже его поливать не буду и я очень хочу чтобы вы понимали что флокс это вечное растение неважно сортовой он гибридный это вечное растение просто правильно с ним надо обращаться смотрите засыпем все это землей так чтобы корни конечно на поверхности не торчали это даже не обсуждается ну и как вам нравится я надеюсь что да это именно те флоксы есть такой у нас ролик где я сижу на крыльце вот здесь бани и наламываю черенки около меня стоят букеты этих флоксов которые некоторые из которых я стырила на ярмарке и от них получила черенки помните ну вот желаю вам успеха прямо творческого вот окнушкой вот вот не надо бояться вот это флокс это цветы но не ребенку же вы на уши наступили господи ты боже мой но все на этом пока всего доброго и до свидания господи господи